Привет, друзья! Меня зовут Ник Николай Васильков. Сегодня я преподаю вам урок по настройке таргетированной рекламы. Преимущественно, точнее нет, настройки таргетированной рекламы конкретно в Фейсбуке и Инстаграме. Сразу хочу обратить внимание, что принципы настройки таргетированной рекламы, как и принципы рекламы, они у всех на 90% похожи. Поэтому не переживайте, если вы будете настраивать не в Фейсбуке, а в Инстаграме, этот урок также будет полезен вам при настройке любой другой рекламы на любых других площадках. Немножко обо мне. Я предприниматель, маркетолог, основатель лектора образовательного хаба, YouTube-канал, на котором вы сейчас присутствуете. Лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Пожалуйста, прошу, прошу, пожалуйста, пожалуйста. Это поможет мне продвигать канал и распространять полезную информацию на большее количество людей. Я ментор Международного института предпринимателей на Бали, участник бизнес-сообществ многих очень интересных. Бывший директор по маркетингу международного стартапа «Место на карте», если вы бьете это в Google, Яндекс. То вся выдача, что вам покажется по ссылкам, это все было сделано моими руками. Также я спортсмен, увлекаюсь плаванием, велосипедом и бегом на длинные дистанции. Сегодня у нас урок по таргетированной рекламе, но также был у нас уже проведен лекция, была проведена лекция по таргетированной рекламе и по профессии таргетолог. Я очень сильно рекомендую ее посмотреть, она у нас есть на канале, а также она будет в этой презентации. Презентацию я сохраню под этим видео, все надписи, что подчеркнуты, это ссылки, по ним можно переходить. И также вот будет слайд с сохраненным роликом про таргетолога. Очень-очень-очень сильно рекомендую посмотреть его в том числе, чтобы была связка лекция и урок «Теория и практика». Прежде чем заходить в рекламный кабинет, мы пройдемся немножко супер-мега вообще прям базово по основам, что нам вообще надо сделать. У нас всего три этапа будет состоять. Это подготовка, настройка платформы и настройка рекламного кабинета. То есть всего три таких стези, которые мы будем сегодня выполнять. Но в основном мы будем настраивать рекламный кабинет. Платформу мы не будем настраивать, я просто покажу. И подготовку, и соответственно тоже сейчас просто покажу, мы это делать не будем. Вот это к теме урока не сильно относится, поэтому может быть отдельные будут ролики. Вот, подготовка у нас входит. Прежде чем начинать с таргетированной рекламы, надо разобраться, зачем мы ее делаем. Поэтому мы проходимся по вот такому списку. Мы берем нашу маркетинговую стратегию, которая, конечно же, уже прописана. И забираем оттуда цели и задачи, портрет целевой аудитории, позиционирование, tone of voice. И вот все-все-все, вот это в наше техническое задание по настройке таргетированной рекламы мы себе выносим. Дальше мы переходим в раздел маркетинговой стратегии, в нашем медиаплан. Оттуда мы берем площадку Facebook, Instagram и смотрим там даты, насколько мы будем запускать рекламную кампанию. Берем оттуда бюджет, смотрим площадки, плейсменты смотрим. Плейсменты это форматы внутри площадок, там пост, сторис, рилс, сообщения, это разные форматы, разные плейсменты. И вот про временные промежутки уже сказал сроки. Дальше у нас что должно быть? То есть у нас есть теперь информация, да? То есть у нас есть базовая информация. Я не знаю, что-то слайды сами переключаются, я прошу прощения, не знаю, что это такое. Дальше что нам нужно еще к этой информации иметь? Она нам поможет не сойти с ума и понимать, что мы будем вообще в этом рекламном кабинете делать. Дальше что нам нужно? Аккаунты Facebook и Instagram желательно не менее двух месяцев отроду. Это сам Facebook и Instagram так просят, чтобы им было, чтобы было какое-то доверие. Друзья, если вдруг вас будет раздражать вот такой вот переход, знайте, это не я, это вот какой-то глюк у меня сегодня. К сожалению, первый раз такое происходит, я не знаю, что с этим делать, потому что первый раз. У нас есть аккаунт, в общем, да? Дальше у нас должны быть прописаны, просто это в таблице можете, можете в документе, в блокноте, где угодно вообще прописать хоть на листке. Рекламные офферы с рекламными креативами. Ну, соответственно, это реклама, то есть мы будем настраивать рекламу, которая состоит из первой настройки и второй самой рекламы. Я не знаю, что происходит, почему у меня сам по себе гуляет этот самый. Так, ладно, у нас презентация маленькая, поэтому мы сейчас уже отсюда выйдем. Соответственно, картинки, какие у нас будут. То есть у меня уже все прописано, я не буду говорить, как я это уже сделал. У меня есть достаточно, вполне себе уже много роликов на эту тему. Я вам в конце отправлю файл, в котором будет ссылочная масса, прям на все ролики, которые говорят вам, что, как это делать. Ну, вот, соответственно, я уже подготовил себе два рекламных креатива, вот они справа показаны. Я под пример взял себя, подумал, что ходить вокруг да около, будем сегодня реальную рекламу запускать. И прям реально я ее запущу и прям реально денег туда положу. Вот у нас, получается, будет один рекламный оффер на одну аудиторию. Помогаю системно привыкать клиентов через интернет. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, получайте чек-лист для аудита вашего маркетинга. Вот, и в добавок еще один бонус даю. Делюсь своим ютуб-каналом и бесплатным сообществом предпринимателей. Все бесплатно полностью, абсолютно. Это тоже важно понимать. Смысл таргетированной рекламы – получение контактов. Вот, в основном смысл таргетированной рекламы, самый популярный – это получение контактов. Мы ничего не продаем. Лучший способ получить контакты – это бардер, это обмен. Мы даем человеку что-то, мы его просим. Можете, пожалуйста, дать контакты, а мы вам он бесплатно всяких плюшек накидаем. Потом мы с этими контактами уже дальше работаем на других площадках, на других этапах воронки. Соответственно, я сделал картинку, она будет у нас анимированная. Я написал текст. Вот он, пожалуйста, прямо на картинке расположен. Я его просто продублирую потом еще в сам текст. То есть, под картинкой, над картинкой. Вот, и ссылка на сайт с UTM-меткой. Соответственно, у нас будет такая воронка, что у нас человек видит рекламу, например, в Инстаграме. Он попадает на сайт, где он оставляет свои данные. И потом по этой ссылке. Это ссылка UTM-метка. UTM-метка – это метка, это кусочек. Это вот у вас есть ссылка с сайтом. И UTM-метка – это вот маленькие данные. Это дополнительная ссылка, которая вставляется в эту ссылку. Ну, просто дальше, в продолжении ее. Для того, чтобы ее считывал поиск, считывала система аналитики, которая на этом сайте стоит. И могла бы вам потом сказать, какое количество переходов было из этого рекламного изображения, конкретно этого рекламного изображения, кто оставил заявку. Вот. И дальше, например, купил. То есть, эта система аналитики, если она настроена, она, конечно же, настроена, будет отслеживать. Вот. Поэтому ссылка на UTM-метку тоже обязательно нужно ставить. Пример. Пример. Реальный пример UTM-метки с ссылкой, с которой мы будем сегодня работать, вы наблюдаете на этом экране. То есть, вот тут Васильков Диджитал, это мой сайт. И страница называется Васильков Диджитал. Диджитал слэш лдтаргет. Лид магнит, таргет. Все, это ссылка, она рабочая. А дальше, видите, идет вопросительный знак. Вот. Вот все, что начинается с вопросительного знака и дальше. Это и есть дополнительные данные, которые мы вставляем в нашу ссылку, чтобы у нас система аналитики считывала. Это можно делать вручную, просто запомнив, потому что тут на самом деле это шаблонная очень штука. Тут очень мало. Тут половина текста, она шаблонная, а половина текста, это мы данные, свои значения вставляем. Значения формата, что за рекламная кампания, как объявление называется, откуда мы ведем, куда мы ведем, где мы размещаем рекламу. На свое усмотрение пишите любой текст. Вообще, главное, задача этой метки, чтобы ее считывалось с тем аналитикой и чтобы вы ее понимали, чтобы вы ее смогли прочитать и понять, что вообще к чему. Есть специальные конструкторы, которые делают эти ссылки за вас. Их я тоже скину. Дальше у нас идет настройка платформы самой уже. Мы в фейсбуке регистрируемся на сайте facebook.com ads. У кого-то будет ads, у кого-то перекинет на бизнес, а не ads. Создаем там аккаунт, рекламный аккаунт там создаем. Переходим вот в такие настройки. Сейчас мы туда пойдем. Там подключаем facebook, instagram, верифицируемся. В общем, делаем все настройки, что нас просят на самом деле. Тут есть специальный центр проверки аккаунта. Там прям кнопочка будет. Тоже ее покажу. Который вам будет говорить, чего не достает. Можете по ней, собственно, ориентироваться. Но я все равно чек-лист такой написал. Вот, верифицируемся везде. Домен свой подключаем к своего сайта. Создаем рекламный пиксель. Это код. Ну, там на кнопочку нажимаете. Вам код показывается. Это код. Потом надо вставить в сайт, чтобы система аналитики тоже это считывала. Тоже очень просто делается. Я тоже инструкцию приложил. Вот, настраиваем цели аналитики. В самой системе аналитики, например, Яндекса. Тоже ссылку приложил. И подключаем способ платежа. Опять все само переключилось. Что сегодня происходит? Ладно, мы уже почти закончили с этим. Я просто не знаю. Я не включал автоматическую. Это самое. Вот, мы все настроили в платформе. И, соответственно, приходим потом к настройке рекламного кабинета, где уже создаем рекламную кампанию, создаем цели, создаем группы, аудиторию прописываем. Короче, все-все-все-все прописываем. И нажимаем кнопку запустить. Вот, мы к этому вернемся. Теперь у нас там останется вот еще несколько слайдов. И мы потом к ним вернемся после того, как настроим рекламу. Идем запускать рекламу. Давайте, наверное, чтобы проще было, чтобы понятнее было, точнее. Переходим на слайд настройки платформы. И давайте прямо по этой ссылке и пройдем. Вот, я иду в браузер. Открываю новую вкладку. И мы проходим по этой ссылке. Вот, попадаем на такой сайт. То есть, у нас, прежде чем сюда заходить, у нас должен быть аккаунт Facebook. Я напоминаю, это надо делать. Видите, у меня тут окошко, и я тут уже залогинен. Я не буду сейчас выходить. Ну, я не думаю, что это стоит объяснять. Это, в принципе, просто. Мы переходим и регистрируемся. Регистрируемся, как обычно. То есть, если у нас Facebook уже есть, то у нас либо автоматически оно будет залогинено, подключено. То есть, либо тут будет зайти. Вот, входите просто по своему аккаунту. Вот, я уже. Видите, Facebook у меня, то есть, все подключено. Это Facebook бизнес, точнее, мета у нас, корпорация мета, владеющая Facebook, Instagram и рядом других сервисов. Тут у них много всего, у них тут много разных технологий. И, соответственно, реклама, это вот одна из них. Вот, и мы переходим сюда, чтобы начать рекламу. И нажимаем кнопочку начать. Так как я уже имею рекламную, веду рекламную деятельность, у меня уже сразу перекидывает на рекламный кабинет. У вас будет не так, у вас будет создать бизнес-менеджер. Просто там простой экран, полупустой, там будет создать бизнес-менеджер. И вы создаете свой первый бизнес-менеджер. Нажимаете создать и, соответственно, там пару данных вносите. Все пошагово, что вас просят. Я, к сожалению, не могу создавать бизнес-менеджера, потому что у меня их перебор. И у меня тут уже все перезаблокировано 10 раз. Вот, я, к сожалению, вам этого показать не могу. Но это очень просто, там нечего показывать. Просто нажимаете на кнопку создать бизнес-менеджер. И проходите просто по шагам. Там 2-3 шага, и вы попадете вот в такую же историю, что у меня сейчас. Вот, так, тут мы попадаем на центр верификации, кстати, как раз-таки аккаунта. Но оно сразу, видите, у меня автоматически выбрал аккаунт, который не работает. Вот, идем в мой основной аккаунт, Васильков Digital. Вот, мы попали в центр обзора нашего аккаунта, Васильков Digital. Васильков Digital, это вот я, но это мой сайт, и вот у меня рекламный бизнес-менеджер, так называется. Вот, так, теперь, что мы идем. Вот, у нас слева есть такое меню. Ну, то есть, вот здесь я выбираю бизнес-менеджер, рекламный аккаунт. Вот, а слева мы вот наводим, и у нас вот такая всплывашка появляется. Здесь у нас уже категории. Здесь уже мы идем по категории, мы смотрим. Первое, что нас интересует, это обзор аккаунта. У меня здесь, ну, вот обзор. У меня, в принципе, ничего здесь нету, нет никаких ошибок. Вот это три объекта с ошибками, это неважно, не обращайте внимания. Привыкайте к тому, что Facebook будет часто вам об этом говорить, что у вас какие-то ошибки, которых нет. Дальше у нас идут компании, отчеты по рекламе, аудитории, билинг, настройки рекламного аккаунта и все инструменты. Из этого нам нужно компании. Отчеты по рекламе пока не нужно, аудитории тоже пока не нужно. В аудиториях можно делать свои аудитории, то есть, вы там собираете аудитории по разным настройкам, их можно сохранять для того, чтобы в будущем их использовать, как шаблоны. Ну, мы сейчас сегодня не будем этим заниматься, у нас неполный обзор рекламного кабинета. Вот, у нас задача провести там один цикл настройки рекламы и все. Поэтому, ну, давайте я вам просто быстренько открою. Вот, компании, это как раз наш третий шаг, куда мы придем настраивать рекламную компанию. Отчеты по рекламе здесь базово можно посмотреть вашу аналитику. Вот, и, например, здесь можно посмотреть, если вы настраиваете рекламу на лид-формы внутри Facebook, здесь тоже можно посмотреть. Вот, ну, и здесь можно точечно посмотреть какую-то аналитику. На самом деле, ее вот так же можно и смотреть просто в самих компаниях, а все остальное уже смотрится в системе аналитики Яндекс.Метрика, Гугл.Аналитик, Амплитуд и так далее. Друзья, задавайте вопросы, если вам что-то интересно, что-то непонятно, либо слишком быстро говорю. На самом деле, это не очень простая тема, про которую я сейчас рассказываю. Вот, но она на самом деле очень простая тогда, когда вы сделали вот этот пункт. Вот когда вы сделали подготовительную работу, а потом последовательно настроили платформу, то тогда настройка кабинета будет вообще просто ни о чем. Это вы просто молча зайдете, вы с закрытыми глазами просто данные ведете, которые уже у вас есть. И все. Вот, поэтому очень важно понимать, что подготовительная работа, она самая важная. То есть, прежде чем заходить вообще, в принципе, в рекламный кабинет какой-либо, вам вначале много чего другого надо сделать. Вот, это тоже очень важно запомнить. То есть, не надо сразу в рекламный кабинет идти. У вас, вот, пока у вас нету медиаплана и маркетинговой стратегии, вообще даже не ссуйтесь сюда. Просто это наставление, даже не рекомендация. Вот, аудитории, там, где мы создаем аудитории, вот, и сохраняем их. Удобная очень штука тоже. Вот, видите, я тоже немножко работаю. Это, например, ретаргетинг, последующая работа с аудиторией, которая уже увидела у вас рекламу. То есть, Facebook тоже это сохраняет, и вы можете с этой аудиторией работать отдельно. Очень круто. То есть, вы показываете рекламу только тем, кто раньше уже видел ее. Либо конкретную, либо всю. Биллинг. Это, кстати, мы уже проходимся по настройкам. Это данные, в которых вам надо оплаты вносить. Соответственно, вы сюда подключаете карту свою и дебетовую карту, и с нее будут оплачиваться счета. Вот, настройки рекламного аккаунта. Вот, здесь тоже проверяйте, чтобы у вас все было подключено. Страницы, настройки платежей. Это вот сюда мы зашли. Здесь очень много есть возможностей перейти на одни и те же страницы с разных пунктов. Поэтому тоже не обращайте внимания. Но вот, настройки рекламного аккаунта вам на самом деле не надо. Вот, все инструменты, это просто, это тоже выдача категории дополнительная. Это все инструменты. То есть, у нас здесь быстрый доступ до инструментов, и вот есть основной. Что нам надо в основном? Нам в основном надо, первое, это настройки кампании. Переходим в настройки кампании и попадаем как раз-таки на ту самую страничку, где у нас настройки платформы. Вот, настройки платформы, точнее. И там, где мы регистрировали рекламный кабинет, все. И что-то буянит сегодня. И тут мы как раз все верифицируем, все подключаем и так далее и тому подобное. Вот слева просто, просто по очереди переходим по всем пунктам и все подключаем. Люди. Николай Васильков, это я. Вот я себя добавил. Партнеры. Это не нужно трогать. Системные пользователи. Тоже не нужно трогать. Вам самое главное в пользователях, это вот люди. Все, чтобы здесь был один человек. Это вот я. Если я хочу, чтобы кто-то еще отработал над моей рекламой, я сюда вот добавить участника, еще кого-то добавляю. Дальше мы идем в аккаунты. У нас должна быть обязательно подключена одна страница. Вот у меня, ну у меня несколько страниц. Но самое главное, что у меня вот одна страница основная, в которой я даю рекламу в Hasilcock Digital. Вот, все, она есть. Все установлено. Один рекламный аккаунт у нас должен быть как минимум, от которого будет даваться реклама. Тоже он есть. Его можно создать прямо здесь. Его можно добавить, его можно передать, ему можно создать. Вот, дальше у нас идет группа объявлений компании, это не надо. Реклама приложений, если вы хотите рекламировать приложения. Аккаунт Instagram, один аккаунт Instagram нужно подключить. Вот, у меня вот мой основной подключен. Но, как видите, да, что здесь как бы можно подключить несколько. Вот, у меня, так как я занимаюсь маркетингом, у меня много чего всякого подключено. Вот, либо я работаю на разных бизнес-менеджерах других компаний. Так, торговые аккаунты не надо, это если у вас магазин есть, аккаунты WhatsApp. И у меня еще WhatsApp здесь подключен, тоже можно на WhatsApp отдельно давать рекламу. Источники данных. Каталоги, если у вас магазин. Самое главное, что нам нужно в источниках данных, это пиксель. Вот, что здесь обязательно должен быть создан тот самый пиксель, код, который вы вставляете на сайт, чтобы у вас проводилась аналитика. Чтобы система аналитики, такая как Яндекс.Метрик, например, да, что я сказал, она помогала. Помогала, но она вам показывала полностью всю аналитику, что вам именно вот эта реклама, именно вот эта группа объявлений, именно вот это объявление дало какой-то результат посредством заявки на этом сайте. У меня не пиксель, точнее у меня пиксель, но он у меня находится в другом месте, он у меня находится в наборе данных. Вот у меня мой пиксель. У вас он будет находиться здесь. Почему он у меня находится здесь? Потому что я его передавал с другого бизнес-менеджера, там путем, в общем, танцев с бубнами, я его передавал, и он у меня, типа, переданный, как партнеру, он у меня отображается не в пикселях, он у меня отображается в наборе данных. Хотя это такой же пиксель абсолютно. Вот я им пользуюсь. Но у вас он будет находиться вот здесь. Мы внесли изменения в нашу платформу. Теперь этот проект находится в разделе набора данных, в меню. А, ну, слушайте, кстати, я вот эту надпись не видел. Значит, они, в принципе, вообще будут, наверное, этот раздел удалять. Вот, наборы данных тогда. Наборы данных. Не знаю, почему такое название. Уже к пикселям все привыкли. Так, специальные настроенные конверсии – это когда вам нужно платить в рекламе за что-то конкретное, за какое-то конкретное действие. Но, например, какое-то это действие, оно не совсем стандартное, и Facebook не предлагает вам мета. Давайте мета называть. Мета не предлагает вам какой-то, ну, какого-то специального такого, какой-то специального, какого-то варианта, который вам подойдет для того, чтобы платить конкретно за какое-то действие. Вы можете его создать, многосоставное, например. Вот, можете сделать это здесь. Вот, группа источников событий. Facebook Analytics больше не использует группы источников событий. Все, это уже больше не используют. Общие аудитории это тоже что-то больше не используют. Вот. Но тут уже настройки, которые я уже, я тут, ну, много чем сам не пользуюсь, поэтому уже даже вам сильно не расскажу. Ну, вот, видите, Facebook обновляется. Не работает, не работает. Вот. И тут у меня так, подлежащие компании папки для креатива. Это, это не обращайте тоже на это внимание, это вам не надо. Вот. Вам самое главное, в общем, в источниках данных, это пиксели, которые наборы данных. Дальше, безопасность бренда. Это как раз-таки верификация домена. Вот вы здесь видите домены, и вы здесь подключаете свой сайт. Просто нажимаете добавить, он вам дает данные. Вы эти данные на хостинге, где ваш домен хранится, вносите, либо просите своего вебмастера, маркетолога, уже все маркетологи, в том числе, это уже обязаны знать, как это делать, и подключаете домен сюда. Регистрации, это вы видите страницу, которую вы хотите зарегистрировать. Я не знаю, что это такое, рассказывать не буду, не использую. Приложения для интеграции, это можно подключать сюда, это можно сюда подключать сторонние приложения, которые будут лиды ваши генерировать, отслеживать ваши лиды. Лид это заявка, соответственно. Вот. Я, кстати, подключал, но потом удалял. Ну, в целом, вообще прикольная тема, очень достаточно удобно. Вот. Биллинг и платежи нас снова отправят на то, что карточку нашу подвязать. Центр безопасности здесь про безопасность почитать. Запросы здесь, запросы на какое-то, на партнерство, на какие-то доступы. Вот. Уведомления, уведомления, информация о компании. Вот еще, кстати, здесь очень важно, чтобы вы здесь все заполнили. Там картинку можете свою добавить, название, адрес свой указать, факторную аутентификацию поставить, вот электронную почту, имя. Тоже Facebook, о, мета. Мета, на самом деле, тоже вот это вот все будет просить вас запоминать. Ну, и руководство по настройке. Ну, и в целом, все. Вот мы по всему прошлись, все это заполнили. Вот. Я напоминаю, пользователи, люди, аккаунты, страницы, рекламные аккаунты, источники данных, наборы данных, безопасность бренда, домины, а биллинг и информация о компании. Вот. Я только что еще раз прошелся по всему, что надо заполнить. После того, как вы все это заполнили, мы в целом готовы идти и запускать рекламу. Вот. Я, ну, не буду по всем вот этим остальным настройкам проходиться. Это уже прям полный обзор будет рекламного кабинета. Вам, на самом деле, это не надо. Сегодня мы обсуждаем только то, что надо обязательно кровь из носа. А вот кому надо? Ну, вообще, я желательно рекомендую всем предпринимателям это уметь делать базово. Ну, а так, конечно, таргетологам и маркетологам. Некоторые маркетологи это не умеют, но я настоятельно рекомендую маркетологам всем это уметь. Предпринимателям тоже настоятельно рекомендую тоже уметь. Вот. Именно базу. Но если вы хотите углубиться, вам прям интересно, можете пощелкать, посмотреть еще. Тут, видите, много разных функций есть. Вот. Здесь можно, например, есть креативный центр. Он помогает вам креативы разрабатывать. Компании планировать можно. В общем, много-много тут вспомогательных всяких инструментов есть в ваших рекламных компаниях, в маркетинге. Собирать аудитории. Здесь есть еще... Где это у нас? Библиотека медиафайлов. Вот. Библиотека медиафайлов. Это вы сразу можете туда кучу всего загрузить. Видео, картинок. И оно там будет, и вам не придется по 10 раз все это загружать. Вы один раз все туда загрузили, и потом использовали. Кстати, давайте мы это сделаем. Я вам сразу покажу, потому что у нас же есть креативы. И мы уже... И все. И мы сейчас пойдем настраивать рекламу. Сейчас единственное только то, что он просит мне двухфакторную идентификацию ввести. И мы сейчас это сделаем. Сейчас я с телефона смотрю. Так. Ой, не то. Сейчас, сейчас. Вот. И мы как раз сейчас уже начнем этим заниматься. То есть мы все настроили. Дальше мы идем в нашу библиотеку медиафайлов. А, вот, кстати, наши медиафайлы. Это вот тот пункт настройка, который у нас отображался, который как-то странно назывался. Мы так, создаем папку, например, урок по таргету. Создаем новую папку, урок по таргету. И сюда мы добавить элементы рекламы, добавить изображение и видео. Вот. И нажимаем на это. И у нас есть папка, вот у меня таргет. И у меня есть пост видео и сториз видео. Будем сегодня видео загружать. Ну, там такое видео, просто маленькая анимация. Я очень рекомендую забыть вообще, просто забыть о статичных элементах, просто забыть. Хотите, чтобы работало, хотите, чтобы лучше работало, повысить шансы в несколько раз. Делайте все анимированное, хоть чуть-чуть. Вот сегодня именно так я и сделал. У меня хоть чуть-чуть, но анимировано. Вот так вот. И все. Сколько у меня тут получается? 8 секунд. 8 секунд. Вот такая вставка. Музыка. И вот такая вот анимация закрытия. Все. Это делается одну минуту в таком приложении, как CapCut. Я по нему тоже буду отдельный урок потом делать. Но это очень просто делается. И это уже намного больше повыти шансы на то, чтобы у вас рекламная компания будет рентабельной. Так это назовем. И вот мы загрузили сюда наши файлы. И, собственно, все. Пусть они здесь хранятся. А мы идем, знаете, куда? Мы идем настраивать рекламу. Вот. Соответственно, идем в нашу презентацию и смотрим. Подготовка. Маркетинг-стратегия. Есть. Медиаплан. Есть. Аккаунты Facebook, Instagram. Есть. Рекламные офферы, предложения, заголовки, доп. заголовки. Все есть. Все написано. Рекламные объявления. Есть. Ссылка на сайт. Тоже есть. Настройки платформы. Зарегистрироваться. Есть. Подключаем наши страницы. Есть. Верифицируемся в настройках кабинета. Проходимся по этому всему. Есть. Верифицируем домен нашего сайта. Есть. Но, кстати, я вот это удалю, потому что это, ну, это, собственно, вот здесь вот и к этому относится. Создаем рекламный пиксель и вставляем его на сайт. У меня уже вставлен. Настраиваем цели аналитики. Он устроен в Яндекс.Метрике. И подключаем способ платежа. Тоже подключили. По аналитике, кстати, отдельный урок можете посмотреть. Точнее, если вы смотрите это в записи, скорее всего, этот урок уже сделан, а так его на следующей неделе только будут снимать. Вот сегодня 26 октября. И будут там настраивать аналитику в Яндекс.Метрике, показывать, как это делается. Если вы смотрите это в запись, посмотрите в лекциях специальность аналитик данных и веб-аналитик. И в плейлисте уроки, аналитика, в настройках аналитики в Яндекс.Метрике. В сервисе Яндекс.Метрика. Вот будет, наверное, так видео называться. И там будем все настраивать. И теперь мы идем в настройки кабинета. Но я не буду озвучивать все, что здесь написано. Мы сейчас все равно все это будем делать. Но презентация у вас будет сохранена. И там будет все это написано, чтобы вам было классно. Мы перешли в наш рекламный кабинет. У меня сейчас вся реклама выключена. Вот, потому что мне реклама сейчас не нужна. Вот, ну, к тому же у меня достаточно сложная ниша. Поэтому мне реклама тут, она на самом деле не сильно очень важна. У меня там продажи немножко по-другому строятся. Вот, но все же иногда я ее включаю. Вот, и мы попали в наш рекламный кабинет в основной. И видите, на самом деле, когда мы уже столько всего сделали, когда мы сюда попадаем, нам уже не так страшно, потому что мы уже, например, смотрим налево, и тут нас ничего не пугает. Ну, мы, например, знаем уже, что здесь находится. Вот это все, это маленькая лишь часть того, что находится вот здесь. Всех инструментов. Основные инструменты, я сказал, они находятся в настройках компании. Да и все. Ну, на самом деле, вот вам, две вот этих штуки надо использовать. Настройки компании и Ads Manager. Называется это как раз вот этот рекламный кабинет. Все, все остальное, это просто меню такое, которое туда-сюда пересылает. И много-много дополнительных инструментов, которые вам не надо. Может, когда-нибудь, они по большей части ими пользуются уже такие, ну, заядлые таргетологи. Вам это не надо. Вот. Ну и все. Все. Видите, уже комфортно. Реклама у нас строится в трех категориях, в три части. Первая – это компания, рекламная компания. Вторая – это группа объявлений. И сами объявления. Соответственно, мы просто идем, да, вот как треугольничек такой. Рекламная компания. Сразу даю совет. Что такое рекламная компания? Рекламная компания, когда вы настраиваете рекламную компанию, одна рекламная компания, один товар-услуга. Все. Вот просто себе, как правило, это запомните, и это будет еще в рекомендации заполнено. Одна рекламная компания, там настраивает цель. Это основа. Еще много чего настраивается, но в основном мы настраиваем цель. Дальше у нас идет несколько групп объявлений в этой рекламной компании. Смотрим, как пирамидку. То есть пирамидка, но с острие всего одно. У нас рекламная компания. Дальше у нас расширение идет, соответственно, там несколько. Но немного, но несколько. группа объявлений это интересы разные аудитории разный пол но вы можете все в одной группе объявлений делать а можете сделать разные это тоже рекомендация дробить группа объявлений по полу например одинаковая реклама но например вы одна группа объявлений только мужчинам показывается другая только женщинам чтобы вы понимали где лучше что эффективнее из этого вот но я не сильно рекомендую прям по полу разделять я рекомендую разделять либо по странам либо по интересам вот по полу на самом деле не сильно важно к тому же у вас аналитика потом покажет это и так вот и соответственно в этих группах объявлений самое объявление но тут принципе говорить не надо соответственно в группе объявлений групп ну сами объявления вот то есть рекламные наши погнали создавать вот нажимаем на создать можно по-разному создать можно выбрать старое дублировать редактировать Вот, но мы и создаем. Вот, всегда, когда мы настраиваем таргетированную рекламу, первое, что нужно настраивать, это трафик. Трафик – это количество пользователей, это пользователь, это просто переходы. Это просто максимальному количеству пользователей будет показываться реклама, которая имеет тенденцию переходить по ссылке. Все, ваша задача – просто сейчас организовать трафик. Также можно на узнаваемость работать, просто показывать рекламу на охлад. Вовлеченность – это сообщение, например, чтобы вам писали сообщение лиды. Это чтобы заполняли формы, заявки приходили. Вот, продвижение приложения и, соответственно, продажи. Продажи можно использовать только если у вас продукт, который в большом объеме продается. Соответственно, это будет стимулированием продаж. Сразу вы эту функцию выбрать не можете, потому что внутри у вас там будет либо ошибка, либо все деньги потеряете. Сюда нужно прямо инвестировать. Во-первых, у вас продажи должны быть уже. У вас уже должны быть хорошие продажи. И тогда, когда у вас будут хорошие продажи, Facebook будет просто анализировать это. И он будет на этом обучаться. И я на продажи еще не настраивал, но я брал аудит и разговаривал с агентством по рекламе. Рекламным агентством, которое специализируется на острове, торгозированной рекламе Facebook, Instagram. Они, например, мне сказали прям... Ну, они мне такую цифру, я, конечно, не сильно верю, но хотя фиг его знает. Они мне сказали такую цифру в тысячу. То есть в тысячу товаров. У вас тысяча товаров должна продаться Facebook. Только тогда там обучается алгоритм. И он начинает реально... И вы начинаете в дальнейшем платить Facebook только за продажи. По небольшой цене. И вот только тогда вот эта штука работает. Вот. Ну, приложение-приложение, лиды, заявки. Тут, в принципе, то же самое. Лучше использовать это, ну, когда вы повторно... Повторно показываете рекламу. То есть самое... И сообщение то же самое. То есть вначале мы идем на трафик. То есть мы просто человека просим просто перейти. Просто перейти. Мотивируем там чем угодно. Лид-магнитом. Какой-то плюшкой просто перейти. Нам нужны его данные. Все. С этими данными мы уже дальше можем вовлеченно сделать сообщение в директ. Либо просить его заявку заполнить. И так далее. Вот. Ну, соответственно, продажи это вообще... Это вообще последняя ступень. Вот. Либо узнаваемость. Но узнаваемость редко кто использует. Это большие бренды используют. Вот. Мы используем трафик. Закупочный цип. Оставляйте аукцион. Тоже вам пока это не нужно знать. Вот. Мы создали рекламную кампанию. У нас сразу автоматически создалась группа объявлений. И сразу автоматически создалось объявление. Мы быстренько вносим наши коррективы и пишем название рекламной кампании. Урок по таргету. Друзья, я не буду здесь как-то сильно мудрить. Вот. Вы пишите так, чтобы вам было понятно. Нет прям какого-то супер шаблона универсального. Пишите, чтобы вам было понятно, что это за реклама. Как она называется. Так, дальше. Укажите категории вашей рекламы. Это тоже не надо. Здесь кредиты, работа, жилье, вопросы общественной значимости. Ну, то есть. Ну, вот, например, кстати, у меня сейчас проект по недвижимости. Вот. И я буду создавать рекламу. Я буду жилье выбирать. Вот. Так, в целом, ну, тоже вам, скорее всего, это не надо. Но вы знаете, что категории есть и надо их придерживаться. Вот. Если вы попадаете в них. Сведения о компании. Так, новинка, покупка рекомпании с помощью параметра резервирования. Так, я не знаю, что такое. Использовать не буду. Сведения о компании аукцион. Трафик. Все нормально. Просто не трогайте это. АБ-тестирование тоже не трогайте. Бюджет компании Advantage. Это у нас, значит, рекомендуемая рекламная компания. Друзья, я слишком мало об этом знаю. Я это использовал. Я это использовал. И мне в каких-то случаях это срабатывало. В каких-то очень сильно категорически не срабатывало. Это рекомендуемые рекламные компании. Ну, я, наверное, не буду их рекомендовать. Использовать, потому что я не суперэксперт. Я специалист, но не эксперт. Поэтому я рекомендую все же ставить, ну, настраивать рекламу самому. Вот. Чем нажимать какие-то такие штуки, как настрой рекламу за меня. Вот. Ну и в целом все. Вот все настройки по рекламной компании. Самое главное, что надо здесь выставить, это трафик. Оставить аукцион. И все. И дать название. Дальше мы идем настраивать группу объявлений. Вот. Вот. Тут уже понеслась. Вот. И тут мы выбираем. Я пишу. Я люблю писать в группах объявлений название компании. То есть мы пишем сюда трафик. И давайте пока оставим. Мы сейчас дополним. Дальше у нас идет конверсия. Соответственно, за что мы будем платить. И мы выбираем. Мы вести введем на сайт, поэтому мы оставляем сайт. Если мы введем на приложение, мы выбираем приложение. Введем на профиль инстаграм. Инстаграм. Понимаете, да? Мы оставляем сайт. И я пишу трафик. Сайт. Видите, понимаете, да? Чтобы было удобно читать. И дальше цель по результативности. Максимальное число кликов по ссылке. Либо максимальное число просмотров целевой страницы. Я выбираю всегда просмотр целевой страницы. Я, честно говоря, не понимаю разницы между ними. Просмотр целевой страницы. В общем, число по клику – это число по клику. Вы платите за клик. Но вы не платите за то, что происходит после него. Соответственно, пока идет загрузка вашего сайта, человек может не дождаться ее закрыть. Но вы уже заплатили, потому что он кликнул. Поэтому я всегда выбираю и рекомендую максимальное число просмотров целевой страницы. То есть это когда он перешел и страница загрузилась до конца. Но в таком случае, честно говоря, я не узнавал и не понимаю, почему до сих пор тогда вот эта вот настройка, кликов по ссылке, до сих пор она вообще существует. Поэтому я рекомендую здесь просто оставлять просмотр в целевой странице. Точнее, не оставлять, а наоборот использовать. И все будет хорошо. Цель – цена за результат. Вы можете свою цену выставлять. Это надо тогда, когда у вас очень хорошо все с бюджетами и вам нужно скупать рынок. В таком случае вы ставите цену сразу большую. Вы ставите прям, не знаю, 5-10 баксов. То есть это очень дорого. Но вы 100% тогда всех конкурентов вытесняете просто с рынка. И реклама показывается ваша всегда в приоритете всем. Вот. То есть это работает вот так. Это отдельная стратегия. Это отдельно надо изучать. Ничего здесь не рекомендую. Кроме того, что не надо это трогать. Оставляем так, как есть. Динамические креативы. Ой, давно с этим не работал. Динамические креативы. Вот эта плашка, она делает возможность показывать объявления разные. В общем, там будет потом несколько объявлений. Если вы делаете, то оно будет показываться. Разное объявление с разными заголовками. Добавьте элементы креативов. Например, изображение из головки. Мы будем автоматически генерировать их комбинации. А, ну вот, да. Да, оно генерирует автоматические изображения с заголовками. Вот. Это тоже иногда можно использовать. Иногда нет. Вот. Я не использую, потому что чаще всего я делаю объявления так, чтобы они имели в себе логику. И заголовка, и описание, и картинки. Вот. А динамические креативы, на самом деле, мне кажется, для e-commerce и для магазинов будут хорошо подходить. Хорошо подходить. Не рекомендую тоже трогать. Вот. Все, что не знаете, не трогайте. Это, на самом деле, тоже очень простое правило. Дальше у нас есть рекламный бюджет. Можно выставлять дневной, можно выставлять бюджет на весь срок действия. Вот. Я выставляю дневной. Я человек не богатый. Ставлю 3 бакса в день. Дата начала сегодня. Дата окончания у нас есть. Мы ее трогать не будем. Так, вот тут есть еще параметры планирования графики рекламного. Рекламы у нас вообще это трогать нельзя. В общем, тоже это не надо вам. Поставили бюджет. Дата начала ставится, как обычно. То есть сейчас. Тоже можете не трогать. Параметры аудитории. Установите критерий для выбора мест показа рекламы вашей компании. Вот. И здесь мы... Видите, непонятно, что здесь можно нажать. На самом деле мышки наводите, и тут появляется редактировать. И тут мы регионы, страны, города выбираем, где будет показываться наша реклама. Я живу в Индонезии. Вот. Поэтому у меня показывается Индонезия. Вот. И мне, например... Что там? Что же меня может интересовать еще? Больше меня ничего не интересует, на самом деле. Вот. Пусть у нас... Индонезия и Дубай меня еще интересуют. Emirates. Арабские Эмираты. Вот. Что у меня тут еще рядом? Таиланд. Эминады. Ну, на самом деле... На самом деле мне достаточно. Я на русскоязычную аудиторию ориентируюсь на тех, кто живет, в принципе, там, где живу я, либо там недалеко от меня и, ну, естественно, с деньгами. Вот. Поэтому, ну, я просто сейчас не буду прям сильно заморачиваться. Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты. Я как раз на этих двух рынках работаю, поэтому мне нормально. Так, аудитория Advantage. Это вот это вот как раз-таки, напоминаю, вот это вот рекомендуемое с искусственным интеллектом. Вот пока не трогайте. Вот. Просто пропускайте мимо. Вот. И... Рекомендация относительно аудитории. Нет, мы не трогаем вообще ни в коем случае ее. Так, аудитории мы прописали. Еще параметры. Вот. И еще главное вот эту вот штучку не пропустить. И еще параметры. И мы тут выставляем минимальный возраст. Так, у меня, в принципе, нормально. 21 пусть остается. Можно исключить аудитории, которым вы хотите, чтобы не показывались рекламная кампания. Вот. Можете выбрать язык. Я, например, выбираю русский. Соответственно, моя реклама будет показываться только на тех носителях Инстаграма и Фейсбука. Человек, который будет смотреть, где у него настройки на русском языке. На английском не будет показываться. Но я целенаправлен на это дело. Дальше. Так, это не трогаем. И вот места размещения мы еще настраиваемся. Так, переключиться на исходные настройки. Использовать исходную. Ага. Так, все. Видели, что я только что сделал? У нас Advantage, вот эта вот дрянь, подключается сама собой. Мы ее отключаем. Просто пишем исходную аудиторию. Вот. И мы ее отключаем. Я ее только что отключил. Тоже отключайте обязательно. Пока не разберетесь хорошо и не будет много денег, чтобы постоянное тестирование проводить, не используйте ничего нового. Все. Язык русский. Аудитория та, которую я сам настроил. Все отлично. И места размещения. Это, соответственно, форматы, плейсменты, так называемые, где ваша реклама будет показываться. И тут показываются все площадки, все форматы, меты, ленты, видите, Facebook, Instagram. Тут получается оно не по соцсетям все разбито, а оно по форматам в куче все разбито. Хорошо, неудобно, нет. Но, как есть. К этому быстро привыкаешь. Я сделал объявление в двух форматах. Это вертикальная и квадратная для Stories, Reels и постов. Поэтому я оставляю ленты. Facebook лента. Instagram лента. Оставляем. Лента, профиль, Instagram. Вообще нельзя выбирать. Facebook маркетплейс оставляю. Оставляю только потому, что очень в Индонезии популярно маркетплейсом там пользоваться. Но так вообще не особо здесь надо ее оставлять. Видео ленты Facebook удаляю, мне не надо. Первый столбец Facebook не надо. Интересный Facebook не надо. Главный экран, разделов, входящий, мессенджер. Тоже это не надо. То есть есть у нас, как правило, самые рабочие это лента Facebook и Instagram Facebook. И Facebook маркетплейс я тоже оставляю. Вот, дальше истории, видео, Reels. Это как раз наши Stories и короткие ролики. Истории в Instagram оставляю, истории в Facebook оставляю. Истории в мессенджер не надо. Истории Reels надо. Instagram, Reels и Facebook. Reels надо. Реклама инстрим для видео и Reels. Нет, не надо. Это в Facebook, оно там тоже подгружается. Очень коряво как-то, мне не нравится. Результаты поиска тоже не надо. Сообщения мы не настраивали. Сообщение, видите, у нас закрыто. Да, но эта функция будет открываться, когда мы настройки рекламной кампании будем делать именно на вовлеченность. Приложение и сайты тоже мы рекомендую, тоже выключаем. Вот. В итоге оставляем ленту Facebook, Instagram и Stories из Facebook, Instagram. Дополнительно Reels добавляем. Если у нас какая-то анимация есть, у нас минимальная анимация есть, поэтому почему бы и нет. Но. Да, почему бы и нет, действительно. Вот. И все, на этом мы заканчиваем настройку нашего кабинета. Не кабинета, а группы объявлений. И сюда мы допишем. А, вы еще знаете, что не сделали? Возраст. Вот. Возраст. 21-... Вот. Ну, в целом 40-45. 21, наверное, мало все же. Давайте 25 вымем. Даже, да, 25. Вот. Ну, и в целом вот у меня аудитория на 25-45 примерно будет выглядеть. Русский язык. Так. И мы добавляем сюда трафик. Ведем на сайт. 25-40. FB. Инст. То есть мы коротко прописываем самое важное, что нам нужно. Что мы настраивали, мы прописываем в заголовке. И все. На этом мы заканчиваем настраивать группу объявлений. У нас есть цель. Ой, да, у нас есть цель. Мы ее придерживаемся и создаем наше рекламное объявление. И скоро будем запускать. Рекламное объявление у нас... Я уже забыл, честно говоря. Помогаю системно привлекать клиентов через интернет. Подписывайтесь на мой Телеграм. Подписка на ТГ. Привлечение клиентов. Подписка на ТГ. Ну, и вот так. Пишу вкратце. Партнерская компания. Партнерская реклама. Это не партнерская реклама. Нам не надо. Если хотите знать, что это такое, это можно вместе показывать с другими авторами. Подробнее можно почитать. Вот по кнопочке нажмете, перейдете. Идентификация компании. Это тоже нужно выбрать. У вас уже это все есть. Просто вам надо выбрать и проверить. Обязательно проверить. Я работаю с несколькими рекламными кабинетами. И у меня иногда значения меняются. Поэтому нужно всегда это проверять. Когда реклама будет в Инстаграме у вас показываться, там будет же не просто реклама, а там будет аккаунт еще показан. И чтобы у вас рекламный аккаунт вашего клиента или партнера не показался, проверяйте. И надо Facebook и Instagram указать. Вот у меня Васильков Digital стоит, и аккаунт Instagram тоже мой стоит. Все, отлично. Пусть стоит дальше. Настройка рекламы. Вот, можно уже создать рекламу на свою действующую публикацию. Либо использовать макет из креативного центра. Креативный центр, я вам рассказывал, он там в настройках есть. Это вы прям там можете креативы делать, рекламное объявление. Существующая публикация. Это если вы уже сделали публикацию в Инстаграме и Фейсбуке, и вы можете ее продвинуть, прям выборов здесь ее. А мы создаем ее from sketch, то есть с нуля. Источники креативов. Это... Ой, опять Facebook обновился. Не помню, не помню вот это. Вот графы вообще не помню, чтобы она здесь была. Ну ладно, я читать умею. Ручная загрузка, да. Каталог. У нас каталога нет. Используйте медиафайл из вашего каталога. Да, все верно. У меня не магазин, поэтому у меня каталога нет. Я так понимаю, если бы у меня каталог был подключен, то у меня бы тогда можно было эту функцию отобразить. Ах, капец, конечно. Можно такие ролики про настройку таргетированной рекламы каждый месяц тоже стабильно снимать. Постоянно обновляется и работает рекламный кабинет. Вот. И формат. Можно использовать одно изображение видео. Это наш формат. Кольцевая галерея. Это будет... Мы выбираем, видите. И тут можно... Кольцевая галерея. Это можно до 10 объявлений делать. У вас типа как в формате презентации можно будет на это смотреть. Вот. И подборка. Группа обвеления открывающих полноэкранных режимов на бобильных устройствах. Вот. И еще какие-то подборки можно делать. Я про них вообще сейчас ничего не расскажу. Никогда не делал. Даже не знаю, что это такое. Если интересно, можете посмотреть на ютубе. Поискать в интернете. А можете просто мне написать. Типа, ник, сними видео про подборки. Я просто без проблем это сделаю. Мы используем всегда либо одно изображение. Либо видео, либо кольцевую галерею. Дальше. Объявлением рекламы блоки с несколькими рекламодателями. Помните, да? Не знаете? Врубаем. Я не знаю. Врубаем. Объявление рекламном блоке с несколькими рекомендациями. Включите данный параметр. Можете увеличить вероятность показа рекламы людям, которые готовы совершать покупки за счет размещения этого объявления среди объявлений различных компаний. Не знаю, что это такое, поэтому да, не буду это выставлять. Не знаете? Врубайте. Либо не трогайте. Вот. Я склонен всегда к тому, чтобы вырубать. Вот. И рекламные креативы, соответственно, это графа, поле, куда мы сейчас будем все загружать. И мы прям вот дальше, не идем вообще дальше, что там внизу происходит. И мы загружаем. Медиафайл. Добавить изображение. Нам надо видео, но мы выбираем как изображение. И у нас тут показывается вот такая вот страничка. И мы идем. Вот у нас есть все, аккаунт, компания, инстаграм, страница. То есть мы с разных источников выбираем наши данные. Мы уже загрузили наши объявления сюда. И теперь, чтобы их найти, мы идем, вот компания. Мы идем в графу компания и выбираем нашу. Вот у нас наша папка появилась, урок по таргету. В которой почему-то ничего нет. Непонятно почему. Видите, да, я в библиотеку перешел, у нас все показывается. А здесь почему-то оно не подгружается. Сейчас я попробую подгрузить его сюда. Если это получится сделать, то это просто какой-то баг. И мы просто пойдем дальше, не будем на это обращать внимание. Друзья, обманул вас. Надо набирать видео, добавить видео. Все. И мы выбираем компания, выбираем урок по таргету. И вот у нас уже получается, у нас уже 4 получается файла. Все, я вас обманул. Изображение, выбирайте изображение, надо выбрать видео, выбирайте видео. Вот, взял и обманул вас. И мы выбираем просто по очереди. Выбираем вначале квадратик наш. И вот нам показывается, как у нас здесь будут подгружены все форматы, которые мы выбрали на группе, на моменте группы объявлений. Мы там выбрали вертикальное и картинку, истории и видео и рилс и ленты, фейсбук, инстаграм. И у нас вот здесь все будет это подгружено. Если мы там все выберем, то у нас здесь дофига всего будет. А мы выбрали только вот два формата в разных плейсментах и оно у нас два формата и показывается. И мы вот, соответственно, показывается у нас, как у нас будет выглядеть stories и показывается как пост. Вот у нас пост. Нажимаем play, проиграть, проверяем, чтобы все было окей. Все отлично работает. А теперь мы stories, чтобы сделать, мы, во-первых, выбираем неисходное, выбираем 9 на 16, это формат как раз stories. Видите, рекомендуется. Ну, тут и нажимайте. И мы здесь нажимаем заменить. Потому что, видите, да, я же квадратик подгрузил. Теперь нам надо отдельный вертикальный формат подгрузить. И нажимаем заменить. Опять идем в компании и выбираем уже вертикальный наш формат. Все. И теперь у нас обе наши рекламы работают во всех ипостасях. Все. Отлично, отлично. Нажимаем далее. Вот. У нас здесь еще есть предпросмотр, который нам показывается. Тоже он нам не нужен. И нажимаем готово. Вот у нас еще предпросмотр справа. Там оптимизация какая-то была. Я ее тоже не вспомнил. Мне вообще всегда продолжить. Нажимаем все. Вот. И справа у нас уже показывается, вон, как наша реклама будет где-то выглядеть. Вот. В итоге мы загрузили наши креативы. Полностью оптимизировано. Видите? Я же говорю, не надо ничего оптимизировать. Потому что все оптимизировано. Теперь мы пишем. Так. Номер, телефон, тидок валид. Номер телефона невалидный. Тидок это нет на индонезийском. Видите, у меня тут английский с индонезийским вместе. Отлично. Хорошо, что я... Так. Добавить на сайт кнопку для звонка. Все. Видите? Нам это не надо. Так, теперь мы пишем. Друзья, я искренне рекомендую делать рекламные креативы в canva.com. У нас есть урок на YouTube-канале по ней. Либо делать их внутри рекламного кабинета в креативном центре. То, что мы показывали. То, что мы смотрели. Но я прям... Правда, я туда не переходил. Я работаю в фигме. Это вот. Она здесь. Но вам сюда не надо идти. Я просто привык здесь. И мне здесь удобно. Вот. Потому что здесь сразу много всего. Но вам не надо сюда идти. Это отвечая на вопрос, почему я сюда сейчас пришел. Не надо сюда вам идти. Я иду сюда, чтобы скопировать отсюда текст. Я вот сейчас выбираю его. Нажимаю копировать. Возвращаюсь в наш рекламный кабинет и пишу. Основной текст. Видите. Помогаю системно привыкать клиента через интернет. Помогаю? Помогаю всей душой. Подписывайтесь на мой Telegram и получите чек-лист для аудита вашего маркетинга. Подписывайтесь? Подписывайтесь. Бонус. Еще и бонус. Ой. Ну и вот раз, два, три. Нормально. Так. Дальше у нас идет еще заголовок. Это вот раз, два, три. И описание. И вот у нас заголовок получается. Это вот под картинкой у нас. Скачать. Нет, давайте не скачать, потому что тут тоже получить чек-лист бесплатно. Нет, получить чек-лист отдела маркетинга. А в описании у нас будет бесплатно. Вот. И мы справа видим предпросмотр. У нас показывается все, что мы пишем. У нас показывается справа. Только, правда, тут слово бесплатно не подгружается. Вот. Ну, оно здесь, в общем, есть. Вот. Здесь можно добавить варианты текста разные. Там до пяти. То есть, можно сразу несколько делать. Мы можем, знаете, что еще? Мы можем сделать еще один вариант. Только местами поменять. Вот эти вот штучки. Так. Ну, еще знаете, что я сделаю? Я, наверное, напишу это все небольшими буквами. Потому что что-то фигово выглядит. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и получите бесплатный чек-лист аудит вашего отдела маркетинга. Вот. И бонус. А не, бонус, кстати, можно смело писать. Так вот. Так. Поделюсь своим, своими знаниями на моем бесплатном. Ну, так понятно, что бесплатный. На моем YouTube канале. А также добавлю вас в сообщество предпринимателей и диджитал-специалистов. Телеграм. Специалистов. Ну, телеграм, наверное, можно написать. Вот так. Пам-пам. Так, это все у нас не надо. Ну, большие буквы, они просто... Ну, верхний регистр, что так называется. Они некорректно смотрятся. Ну, можно, типа, вот вначале сделать. Помогаю системно привлекать клиентов через интернет. Вот. И давайте не будем мудрить. И все, у нас один текст оставим. Все, получить чек-лист бесплатно. Так, все, текст есть. Заголовок есть. Описание есть. Оптимизация текста для человека. Не трогаем. Призыв к действию. Ну, тут можно тоже по-разному. Можно назвать. Разная вот эта кнопка. Призыв к действию, это как кнопка будет называться. Вот. Так как у нас сразу человек на телеграм не подходит, он вначале переходит на сайт. Поэтому мы скачать, узнать стоимость, получить промо-акции, информацию, слушать, заказать, получить доступ. Вот. У нас будет... У нас будет, наверное, получить доступ, да. Потому что надо будет на сайт все же перейти и оставить свои данные. Все. И мы назвали кнопку «Редактировать значки информации». Это не трогаем. Место назначения у нас... Мы ведем на сайт. И вот здесь мы как раз... Что делаем? Правильно. Добавляем нашу ссылку. Вот она. Надо проверить, работает ли она. Открываю вкладку. Нажимаю. И мы попадаем на страничку. Чек-лист, настройка, таргетированная реклама, Facebook, Instagram. Ой. А я не топ сделал, да? Чек-лист. Аудита вашего маркетинга. Ой, друзья! Перепутал страницу. Я сейчас супер быстро сделаю другую. Настройка, таргетированная реклама. Вы сейчас в режиме реального времени просто будете наблюдать, как я буду делать лид-магнит. Это вот отдельная страничка на сайте. Чек-лист. Аудит. Аудит вашего. Так, аудит. Проверьте свой. Сделок маркетинга. Самостоятельная. Чек-лист. Самостоятельная проверка своего отдела маркетинга. Последний шаг. Заполнить форму и получить чек-лист. А, ну вот, кстати, у меня картинка-то правильно стоит. Ну, все. Мне надо было только название поменять. Все. Я тогда, знаете, что делаю? Копировать. Я все сделал правильно, я неправильный заголовок написал. Все. Я вот иду в наш лид-магнит. Это, кстати, я в тильд сделаю. Конструктор сайтов. Есть отдельный ролик, как делать сайты на конструкторе тильда. Тоже смотрите. Вот. И у нас человек переходит на такую вот страничку. Контур F5. У нас видит человек рекламу и переходит на такую страничку, где он видит чек-лист. Самостоятельная проверка своего отдела маркетинга. Последний шаг. Заполните форму и получите чек-лист. Так, мне только, знаете, что еще не нравится? Вот. Вот теперь мне все нравится. Видите, да? Пробела нету. Все, теперь пробел есть. Вот. И он переходит сюда, видит красивые картинки и пишет. Как меня зовут? Николай. И email. Николас Васильков. Собака.gmail.com Получить чек-лист. И я получаю email этого человека. И меня перекидывают на чек-лист. Только чек-лист у меня переводит... Ссылка на чек-лист у меня тоже неверная. Сейчас давайте поставим верную ссылку на чек-лист. Так. Для этого нам нужно сделать телеграм. Это мы идем в чек-лист вашего отдела маркетинга. Копи-пост-линк. У меня есть канал. Да, не подглядывайте. У меня есть канал. Вот мой личный. И у меня есть пост. Чек-лист вашего отдела маркетинга. Вот. И я нажимаю правой кнопкой мыши на него и пишу. Копи-пост-линк. И я иду в нашу форму. И вставляю сюда... И вставляю сюда вот эту вот ссылку. И нажимаю... И только давайте, чтобы было честно. И получите чек-лист на моем... Телеграм. Переходите в телеграм. Последний шаг. Заполните форму и получите чек-лист в моем телеграм-канале. Чтобы было честно. Чтобы мы понимали, что вот наш чек-лист, но нам последний шаг. Заполните форму. Мы заполняем и получаем чек-лист в нашем телеграм-канале. Получите чек-лист в телеграм-канале. Просто в чек-лист в моем телеграм-канале. Все. Я нажимаю паблиш. Давайте еще раз проверим. Чек-лист самостоятельно проверка своего отдела маркетинга. Зовут Николай. Лайк. Емейл. Николас Васильков. Собака. Gmail.com Пишем. Получить чек-лист. Я получил данные человека. И дальше меня ведет... Видите, у меня открывается предпросмотр. Открыть телеграм. И меня перекидывает на мой пост. Человек его видит. Подписывается на мой канал. Видите, у него призыв подписываться на мой канал. Также у меня есть разные мероприятия. Можно подписаться. И мне можно... В комментарии можно чек-лист этот маркетинга скачать в PDF формате. Либо перейти по ссылке на Google документ. И скопировать его себе там. Классно, классно. Вот у нас прям целая воронка получилась. Собственно, зачем мы это все делали? Мы это делали для того, чтобы нашу ссылку проверить. Итого ссылка работает. Давайте ссылку проверим. Басильков Digital LD Target. Все правильно. UTM Source. Мета. Давайте ее здесь проверим. Так, мета. Это значит в рекламной системе мета у нас показывается. Дальше CPC. Это оплата за клик. Это просто формат. Это неважно. Не думайте об этом. Компания. Лекция. Таргет. Все правильно. Только не лекция. А давайте. Lesson. Lesson же правильно так пишется. Да, все правильно. Дальше. Lesson Target. Контент. Васильков Digital. Это я. Контент. Нет, давайте. У нас контент. Это Lead Magnet. Хотя нет. Все правильно. Веди это я. И Term. Это у нас как раз наш пост. Free Audit. Бесплатный аудит. Только у нас LM. Lead Magnet. Бесплатный аудит. Все. У нас ссылка есть. Она подписана. Значит, система аналитики ее протрекает. Я знаю. Отображаемая ссылка. Вот еще важно. Мы тут пишем. Это тоже сейчас будет здесь показываться. Вот оно сверху показывается. Отображаемая ссылка. То есть мы, чтобы человек видел ссылку. Это тоже доверие поднимет. Чтобы он не видел вот эту вот всю катастрофу большую. А видел только у нас вот такое вот лаконичное название. Ну да. Все. Розырков Digital. Добавьте на сайт кнопку для звонка. Не будем добавлять. Потому что нам звонить не надо. Мероприятие в Facebook не надо. Телефон звонок не нужен. Все. Мы идем на сайт. И вот ссылка у нас есть. Языки. Это можно... Я с этим тоже не работал. Это можно как-то здесь валировать. Чтобы на разных языках разным людям показывалось. Вот. Тоже нам это не надо. Потому что у нас сама реклама. У нас русский текст на самой картинке. Вот. Если бы у нас картинка была без текста. только у нас текст был прописан вот здесь вот в настройках. То можно было бы... Да. Можно было бы как-то... Я это на самом деле никогда не использовал. Язык по умолчанию. А давайте... Давайте уделим этому пару минут. Мне просто интересно. Я никогда это не использовал. Интересно, как оно будет выглядеть. А, вот. Видите, да? Можно... У нас реклама остается на русском языке. Можно текст свой добавить. На английском языке будет отдельно показываться на английском. В общем, тоже классная штука. Но так как у меня текст на картинке, то я ее использовать не буду. Но вообще... Вообще, с учетом того, что я работаю с англоязычной, русскоязычной аудиторией, еще и с индонезийской, еще и с японской. Но это не важно. Вот эта штука, кстати, я потом буду использовать. Мне полезно. Вот. Вам смотрите сами. Вот. Но я отсюда выхожу. Сейчас это устраивать не буду. Соответственно, языки я выключаю. Мне не надо. И отслеживание обязательно здесь. Отслеживание. События на сайте. Галочку ставим по-любому. Чтобы у нас пиксель наш выдался. Вот наш пиксель. У меня два пикселя. Но вот я выбираю первый. События в приложении. Приложение делать не надо. Оффлайн события. У меня... Ну, они у меня всегда стоят, но вообще не надо. Оффлайн события, как правило, тогда, когда у вас есть какая-то оффлайн точка. У меня ее нету, но события я регистрировал. Вот. Поэтому я всегда их выбираю. Почему бы и нет? Поэтому все. События на сайте. Так. Единственное то, что... У меня два пикселя, и почему-то оба работают. Давайте я быстренько посмотрю, что у меня за пиксель сейчас стоит. Кстати... Ой, сейчас чихну. По поводу установки рекламного кода пикселя. Я уже раз сошел на сайт, я уже покажу. Вот мой сайт на тильде платформе. И я нажимаю настройки. Иду в more. Ну, еще. И вот тут есть html-код для вставки внутрь head. В общем, вот тут html-код. На самом деле. Все. Больше ничего не надо. Я нажимаю редактировать. И вот мой пиксель стоит. Вот он, код. Вы когда нажимаете на фейсбуке, в мете, вы когда в рекламном кабинете нажимаете создать пиксель, он вам вот такой код даете. Все, что вы делаете, это нажимаете Ctrl-C, либо копировать. Идете вот в настройки, больше, код html, нажимаете, просто, ну, по шагам. И просто Ctrl-V нажимаете. И все. Все. Больше ничего делать не надо. То есть одно это супер просто. Копировать, вставить и все. Вот мой код. И я тут хочу посмотреть, какой у меня пиксель стоит. Потому что у меня почему-то показывается их 2. Вот. И я хочу посмотреть, какой у меня именно сейчас работает. И вот я смотрю на свой пиксель, и он заканчивается на 2 нуля. Соответственно, вот у меня 83.00. 83.00. Все. Значит, вот этот мой, вот этот пиксель мне, значит, и нужен. А, да, я вспомнил. У меня этот основной пиксель. Все правильно, это он. Но у меня есть еще второй старый. Это старый, потому что у меня другой бизнес-менеджер был. Вот. Я его переносил. Вот почему у меня 2 пикселя. Вот. Все. Я выбираю пиксель. Я его, извиняюсь, я засорил вам немножко голову сейчас этим. Это вам не надо знать. Вот. Ну, и тут еще, короче, какие-то параметры есть. Тоже я это никогда не трогаю. Ну, параметры URL тоже никогда это не использовал. Поэтому рассказывать об этом не буду. Редактировать отслеживание группы оффлайн событий. Управлять группами данных событий в Event Manager. Тоже это трогать вам не надо. В общем, друзья, я что хочу сказать. Мы закончили с настройкой. Я хочу опубликовать это все дело. Я хочу заметить, что мы все сделали. Мы молодцы, большие. Если вы все поняли, это вообще классно. Если не поняли, пожалуйста, пишите мне. Вступайте в чат. В общем, я сейчас все это расскажу. Самое главное, что нам нужно сейчас сделать, это сказать, что мы молодцы. Мы настроили цели компании. Мы настроили группу объявлений. Настроили наше объявление. Поставили бабла. Помогаясь темно привлекать клиентов через интернет. И нажимаем кнопку опубликовать. Друзья, я вас поздравляю. Себя в том числе тоже поздравляю. У нас реклама в обработке. Обработка, это значит, что сейчас несколько часов. Фейсбук будет ее анализировать на соответствии всем правилам. И в течение нескольких часов реклама у нас запустится. И все. Вот объявление. Написано обработка. Больше нам ничего делать не надо. Идем в группу объявлений. Объявления не активны. Они сами автоматически будут активны, когда проверка пройдет. И идем на уровень компаний наших целей. Вот видите, у нас ползунок включен. Пишет объявлений нет. Это значит, что не объявлений нет. Это значит, что нет активных объявлений. Активных объявлений нет, потому что они в обработке. Реклама запущена. На этом я перехожу в нашу презентацию. Делюсь с вами рекомендациями по настройке таргетированной рекламы. Тестируйте все сначала бесплатными методами, друзья. Прежде чем вкидывать бабло, надо оправдать гипотезу бесплатными методами. Это большая очень рекомендация. Но это не факт. Это не постулат, который нужно делать обязательно. Но как будто бы на 99% это верно. Тщательно изучайте свою целевую аудиторию. Тоже это важно. Чем лучше вы ее знаете, тем точнее вы все настроите. Быстрее до нее достучитесь и малой кровью отделаетесь. Деньгами, что значит. Настраивайте узкий таргетинг. Это, соответственно, я говорил уже делите все по интересам, полу-возрасту. Одна рекламная кампания, один товар-услуга. Используйте анимации и видео. Тренды, яркие цвета в объявлениях. Первоначально настраивать рекламу с целью собрать контакт для будущей работы с аудиторией. Тоже вам про это говорил. Отслеживайте эффективность объявлений. Соответственно, эффективные, те, которые эффективны, которые хорошо работают, недорого берут деньги и выполняют свою функцию. Масштабируйте, улучшайте объявления, поднимайте бюджет. Но делайте это не просто так. Не редактируйте. Это вам тоже рекомендация. Не редактируйте действующие объявления. Копируйте. Тоже очень важно. Не трогайте ничего. Потому что можете сломать. Сломать это значит, что когда с вашей рекламой работают алгоритмы площадки, они с ней работают. И не надо их перебивать. Это может навредить. Это может не навредить. А может навредить. Лучше не надо. Хотите снова что-то перезапустить? Скопируйте. Лучше скопируйте. Внесите изменения и снова запускаете. А то просто выключаете. Но лучше не выключайте. Лучше делайте АБ-тест. Это как раз таки в самом начале, когда создаете рекламную кампанию, первую. Там есть АБ-тестирование, галочка. В самом-самом начале. Там, где цель выбираете. И вы ее нажимаете и выбираете вторую кампанию как раз таки как Б. И у вас два теста. Абсолютно аналогичные. Две одинаковых рекламных кампаний. Абсолютно там все одинаковые. Кроме чего-то одного. Ни двух исправлений, ни трех. Кроме одного исправления. И вы будете смотреть, что из них лучше. Поэтому обязательно вначале скопируйте. Рекламную кампанию всегда начинаете с трафика. Тоже об этом писал. Всегда в трафик. Трафик, трафик. Потом уже, когда аудитория эта накопилась у вас, вы ее выбираете в центре аудитории. И работаете с ней уже другими методами. То есть уже не трафик, а уже напишите нам, скачайте файл и так далее и тому подобное. Вот, я дарю вам чек-лист по настройке таргетированной рекламы. Все, что я здесь написал, все это прям с ссылочками подробными конкретно все указано. Все с чек-боксами. Вы там можете отмечать по ней, проходиться. Я оставлю ссылку на телеграм-канал свой. Я его там размещу для того, чтобы что. Правильно, чтобы вы переходили в мой телеграм и подписывались. Также, чтобы вы прям в этой презентации можете тоже перейти на саму ссылку на гугл документ. Скачать ее себе там и заполнить прям по чек-боксу. Либо скачать прям там по pdf документ, если вам так комфортнее. Можете прям распечатать его и прям с бумагой работать. Тоже очень удобно, я не знаю, мне нравится с бумагой. Вот, поэтому чек-лист крутой, очень удобный, полезный. Там еще все ссылки на все видео. Ну, в общем, короче, классно. Прям пошаговый гайд. Мой хаб, немножко расскажу вам о моем ютуб-канале. Мой хаб это медиасреда для предпринимателей, диджитал-специалистов и будущих диджитал-специалистов, в которой я еженедельно провожу лекции, уроки, где обучаю цифровой грамотности, современным удаленным профессиям, а не только предпринимательству и бизнесу, фрилансу и софт-скил навыкам. В основном деятельность я веду свою на ютуб-канале. Это уже 21-е видео, нас уже там больше 40 человек. Очень классно. Есть сайт у меня, на котором можно подробнее почитать. У нас есть поддержка, у нас есть приватный клуб, он платный, 890 рублей в месяц. Но там у нас происходит поддержка, мы там каждую неделю созваниваемся в формате мастер-майнда. Предприниматели и диджитал-специалисты помогают друг другу в решении каких-то запросов. Также там предоставляется поддержка по вашей деятельности. Если вы таргетированную рекламу настраиваете, например, и у вас там что-то не получается, всегда можете там что-то спросить и вам всегда ответят. А если не ответят, тогда я отвечу. Тоже очень классная штука. На сайте можно об этом почитать. И на ютубе обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Поможете очень сильно мне. Можно у меня проводить лекции, стать лектором. Я помогу составить презентацию, сделаю маркетинговую подводку, расскажу обо всем, с ораторскими навыками поработаем. Лекция сохранится, вы себя пропиарите, вы меня пропиарите, друг друга пропиарим. Вообще все классно, бартер, выгодный обмен. Мне кажется, очень здоровская идея. Пожалуйста, напишите мне, оставьте заявку, это значит перейти в Телеграм и написать мне напрямую. Поговорим, все расскажу. Приглашаю вас в бесплатное профессиональное сообщество диджитал-специалистов и предпринимателей в Телеграм. Также можете посетить мою библиотеку, более 150 полезных онлайн-сервисов для предпринимателей и диджитал-специалистов. Но код преимущественно. И по дизайну, и сайт сделать, что-то нарисовать, что-то отредактировать, опрос какой-то, анкетирование сделать. Много-много-много-много всего. И ссылка сразу прямая на оплату подписки приватного клуба «Мой хаб». Оставляю здесь свои контакты. Напоминаю, что я Николай Васильков, я предприниматель, маркетолог. Я занимаюсь обучением предпринимателей и диджитал-специалистов. Я занимаюсь созданием отделов маркетинга. И веду вот такую вот интересную деятельность. Лекции все мои бесплатные. Меня можно поддержать в сервисе подписок и доната Boosty. Вот тоже ссылка здесь внизу есть. Любой комфортной вам сумме. Либо достаточно тоже подписаться, в том числе на подписку. Будет win-win. И вам приятно. И мне копейка. Вот. На этом я заканчиваю презентацию. Продолжение следует...